Всем добрый день, на связи компания Спасилен, производитель автоматических инъекторов Спасилен, с помощью которых можно сделать инъекции внутримышечно и подкожно самостоятельно, без чьей-либо помощи. И сегодня мы собрались на интересную беседу, пригласили в гости Юлию Николаеву, это психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, экзистенциальный психолог, преподаватель кафедры общей социальной психологии Воронежского государственного университета, чтобы поговорить на волнующую многих тему «Жизнь с пожилыми родителями». Дело в том, что наши покупатели очень часто приобретают инъектор именно для того, чтобы помочь своим родителям, для того, чтобы они были более самостоятельны, более независимы. И, конечно, мы собираем вот эту обратную связь и видим, как непросто, какие вопросы возникают, как непросто порой бывает жить и видеть, как стареют твои родители, поэтому сегодня поговорим об этом. Юля. Здравствуйте. Ну что, я предлагаю вот нам в такой неформальной обстановке, прям своими словами, поотвечать на вопросы, которые мы предварительно собрали. И, конечно, главный вопрос, что да, неизбежно, что стареют наши родители, и с одной стороны нам хочется помочь им, как-то их поддержать и позаботиться, но с другой стороны бывают такие случаи, когда надо уже о себе заботиться, потому что это очень тяжелый такой груз, тяжелая ответственность, как вот их поддерживать. Потому что родители бывает просто стареют, и бывает стареют, и болеют, и так далее. Поэтому предлагаю поговорить об этом. Вообще, какие проблемы поджидают нас, когда начинают стареть родители? Что нас ждет? Это естественное течение жизни, но это непростой период, как в жизни стареющего человека, так и его родных, его детей, которые оказываются в такой ситуации, когда надо менять свою жизнь, надо пересматривать отношения с пожилыми родителями. Возможно, будет возникать необходимость ухода, медицинской помощи. Да, вот возникают новые ситуации, которые требуют осмысления и выработки стратегии, вот как со всем этим быть. Какие практические шаги мы можем предпринять, чтобы помочь нашим родителям вот так более комфортно себя чувствовать вот в этих процессах? Какие вообще у них возникают потребности? Несколько слов о старении, как естественной стадии нашей жизни. Старение неизбежно сопровождается старением всех процессов нашего организма. Когнитивные психические процессы, память, внимание, мышление стареют. Человек теряет гибкость, адаптивность, способности к обучению, что-то забывает, становится таким ригидным, становится консервативным. Все новое с трудом воспринимается. Вот это надо понимать. Это такой факт старения, который невозможно отменить. Консервативность, негибкость – это характерно. Что касается характера пожилого человека, здесь такая тенденция. Все, скажем, такие отрицательные черты характера имеют тенденцию с возрастом усиливаться. Вот этот факт надо принимать. Как это проявляется? Человек становится еще более раздражительным, еще таким, может быть, более упрямым, склонным настаивать на своем, во что бы то ни стало. Постепенно человек превращается в ребенка. И ему бывает характерен эгоизм, эгоцентризм. Как часто кажется детям таких родителей пожилых, что родители сконцентрированы только на себе, говорит о своих проблемах, о своем здоровье, давлении и так далее. Это надо принимать, надо понимать. Человек свой фокус смущает на себя. Его социальная активность снижается и фокусируется на себе, на своем состоянии, на своих проблемах. Об этом и говорит. Слушаю тебя и понимаю, что некоторые моменты, я уже даже у себя замечаю, действительно, уже, например, после 40 мы видим, и память немного может страдать, и какие-то слова ты можешь перепутать. Даже смешно, действительно, мы все стареем. Когда-то и мы будем уже более взрослыми, более пожилыми, и неизвестно, что с нами будет. Поэтому, наверное, классно, что у нас есть такой опыт, мы можем посмотреть, как это вообще происходит, и проявить какую-то заботу. Но ты сказала такой момент, что действительно часто вот эти процессы, их всякие когнитивные функции совсем угасают, и нам может казаться, что они специально что-то делают. Вот, например, специально над нами издеваются, специально там дергают постоянно, по сто раз на день. Вот, как здесь? Это действительно они делают специально, или это все-таки процесс, и нужно с этим, как с этим быть? Делают не специально, а именно вот потому, что идет старение, да, старение психических познавательных процессов, не могут по-другому. Ну, и вот регресс, да, человек постепенно превращается в ребенка и действует как ребенок. То есть он привлекает к себе внимание теми способами, которые ему доступны. Может жаловаться на самочувствие, да, может обижаться, раздражаться, прям-таки требовать к себе повышенного внимания. Ну, не специально, да, вот если человек говорит об одном и том же, что-то спрашивает, да, это говорит о том, что эта проблема для него важна, он на ней сконцентрирован, и в силу того, что становится таким ригидным, ему сложно переключиться. Давай чуть-чуть категоризируем. Получается, что вот родители стареют. С одной стороны, у них просто стареют когнитивные функции, и вот действительно тогда просто... Да, характерологические дефекты могут ярче проявляться. Ну, с другой стороны, они действительно начинают больше болеть, и бывает, мы сталкиваемся с тем, что необходим уход особый за ними, то есть они, ну, уже есть такие заболевания, вот, кстати, давай о них поговорим, которые требуют постоянного внимания нашего. Что это может быть, и как нам тогда, ну, помочь им? На чем надо акцентировать внимание? Вот на эмоциональном состоянии пожилого родителя. Если мы видим, да, что преобладает тревога, да, что такой постоянно сниженный фон настроения, человек уходит от общения, может быть, отказывается от еды, нарушается сон. Это звоночки. Необходимо обратить внимание, это могут быть, может быть, депрессия, пожилые люди подвержены депрессиям, это может быть начало деменции. Необходимо наблюдать, и если вот эти симптомы нарастают, мы видим, что когнитивные нарушения присоединяются, человек забывает, да, какие-то значимые события, путает слова, говорит постоянно об одном и том же. Мы понимаем, что пришло время обратиться к специалисту. Чем быстрее мы обращаемся к медикам, тем лучше. В общем, здесь тоже действует принцип. Если тебе кажется, то это не кажется. То есть, да, если тебе кажется, что совсем родители, ну, твою маму, папу угасают, то, в общем-то, лучше обратиться к врачу, чтобы их проверили побыстрее, да? Да. Есть депрессия, есть деменция. А вот эти заболевания тоже лечатся в обычных поликлиниках или нет? Просто вот я про депрессию первый раз слышу, именно депрессию пожилых людей. Да, можно начать с невролога, который есть в любой районной поликлинике, и дальше вот он направит. Если есть признаки депрессии, может направить к психиатру психоневрологический диспансер. Если есть возможность, в частные клиники. Окей, предположим, да, предположим, такой именно уход, когда есть какие-то заболевания, мы обеспечили. Но как вот быть в плане общения? Вот как правильно общаться с пожилыми людьми? Вот что надо учитывать при коммуникации? При коммуникации необходимо учитывать вот все те явления психики пожилого человека, о которых мы сейчас поговорили. Общение как с ребенком, да? Доброжелательное, внимательное общение. То есть мы говорим о том, что интересно пожилому человеку. Вот кто-то любит говорить о своей профессии, кто-то о своих друзьях, кто-то о поездках к морю, кто-то любит обсуждать бытовые вопросы, приготовление еды, дача. Вот обсуждайте, да, вот все то, что пожилому человеку интересно. Хорошо, какие-то новые интересы сформировать, что очень важно, напомнить жизнь пожилого человека новыми смыслами. И вот тогда очень многие проблемы отпадут, человек будет заинтересован, будет интерес, смысл, будет этим заниматься. Кстати, это точно, у меня бабушка любила именно вспоминать какие-то свои отношения межличностные, где из детства что-то вспоминала. И поэтому, как я всегда к ней приходила, мы все время вспоминали ее женихов, все время вспоминали, как она с дедушкой потом познакомилась и так далее. И ей от этого было очень классно и тепло. Поэтому я поняла, искать вот эти вещи, которые им приятны, и уделять им внимание. Необходимо дать человеку возможность пожилому быть в хорошем настроении, испытывать положительные эмоции, положительные эмоциональные состояния, счастье, удовлетворение эмоций, радости. Вот это все надо обеспечить. А что делать, если тебе эти темы не совсем интересны? Вот как здесь найти вот этот баланс? Вот, ну, например, ну, не люблю я про еду говорить, а мой родитель любит. Что делать? Терпеть? Разговаривать? Да, поговорить. Ну, вряд ли это происходит так, что необходимо прям-таки часами, да, часами-часами обсуждать вот рецепты приготовления борща, пирогов и так далее. Ну, в каком-то объеме, там, 15-20 минут, там, час, да, взрослый человек может поговорить. Как правильно отказывать пожилым людям? Отказывать надо тактично. Вот пожилой человек, какие еще черты старения становятся обидчивым, становятся очень ранимым. Его жизнь объединяется, да, вот круг общения сужается, и у него очень ограниченный круг общения, и от своих близких, тем более от своих детей, конечно, он хочет видеть, ну, только такое положительное отношение. И поэтому отказы, да, вот его очень обижают, он становится обидчивым, может быть, там, плаксивым, раздражительным. Поскольку психика становится такой вот неподвижной, ригидной, он имеет склонность вот долго на этих обидах концентрироваться. Это очень неполезно. Эмоциональное состояние человека, пожилого фон настроения будет стабильно сниженным. На всех отрицательных эмоциях он склонен будет застревать. Поэтому отказываем мы максимально тактично, объясняем, да, почему, допустим, именно сегодня мы не можем прийти в гости на, ну, как бы, доступном языке для понимания пожилого родителя, если объяснить, там, что на работе очень важное мероприятие, можно даже, вот, как бы, чуть-чуть усилить, да, усилить, вот, важность, там, значимость этого мероприятия. Это, что надо обязательно быть, невозможно. Ну, вот я обещаю, что вечером я обязательно к тебе приеду, куплю, там, что-нибудь вкусное к чаю. То есть объясняем причину и даем надежду, когда мы приедем. То есть мы ни в коем случае вот не говорим там, что все, я очень занята, а как освобожусь, позвоню. Нет, в такую вот, такую ситуацию неопределенности не нужно помещать пожилого человека, он это воспринимает болезненно. Поэтому мы говорим, когда мы сможем приехать. Отлично. Значит, поговорили о том, как отказывать, поговорили о том, как общаться, но часто бывает еще противоположный момент, когда родители, наоборот, они отказываются принимать нашу помощь. То есть мы готовы им дать медицинскую помощь, какую-то поддержку, там, помочь по дому, еще что-то. Они нет, там, даже денежно помочь материально. Вот многие говорят, нет, все, зачем, не нужно, все, отказываются, таблетки не пьют, ничего не едят, сами сидят там, например, в грязи и так далее. Вот как здесь быть? Опять-таки, возрастные особенности. Человек утрачивает критичность, да, ко всему происходящему. И сложно адекватно оценить свое состояние, да, состояние своей квартиры, адекватно оценить состояние своего здоровья, нужна ли помощь или нет. И такая вот позиция бывает у больших людей, отказываются, да, на все говорят прям решительное нет. Да, психологически для детей это сложная ситуация. Нельзя действовать категорично. Чем более вы будете категорично предлагать свою помощь, тем более категоричный отказ будет. Да, но здесь хороший метод маленьких шагов, да, то есть постепенно объясняем, почему это надо, да. Здесь вот как раз терпение, терпение, терпение. Все как у нас, я имею в виду, у, как нас назвать, у которых все пока нормально, пока мы не стареем, дееспособных, зрелых людей, то есть потихонечку, постепенно к чему-то их приучать, готовить. Просто надо действительно запастись терпением и главное ресурсом. Да, ресурсом надо запасаться, это необходимо, потому что выдержка, спокойствие, терпение потребуются. Объясняем, допустим, если необходимо записаться к специалисту медицинскому, ну, как рассказать, да, вот какой-то хороший специалист, как он там людям помогает. Давай сходим, вот послушаем его мнение. Если ты не согласен, ну, значит, не будем его рекомендациями пользоваться. В общем, мягко предлагаем, но не настаиваем. Да. Если он не хочет, например, идти, но мы действительно ведь его не заставим, свою голову не вставим, тогда принимаем этот отказ, ну и живем, как говорится, вот в таких ситуациях, которые принимает пока родитель наш. Если речь идет о каких-то вот бытовых привычках, ну, лучше вот здесь оставлять так, как вот есть, да? Нравится вот так. Да, нравится вот так. Да, нравится вот так, значит, вот так. Опять-таки все вот в меру, да, но если мы понимаем, что пока все это не переходит в какие-то вот социальные нормы, и нет угрозы для здоровья, для жизни пожилого человека. Вообще я замечаю, что наша реакция на чье-то поведение, неважно, там, это родители наши, дети и так далее, оно зависит от нашего внутреннего состояния. Получается, что когда мы сталкиваемся с проблемами, которые у наших родителей, ну, во-первых, мы сами расстраиваемся, потому что близкий, дорогой нам человек, мы понимаем, что он страдает и уже не так классно живет, как раньше, от этого можно разрушаться. Во-вторых, действительно, вот эти новые сложности, новые вызовы, которые к нам приходят, они тоже являются стрессом, вот, скорее всего, вот мне тут важно еще услышать от тебя какие-то рекомендации, как нам сохранять вот это спокойствие внутреннее, чтобы, несмотря ни на что, вот, ну, оставаться в ресурсе, отсюда нормально реагировать на какие-то вот выпады или какие-то сложности, которые возникают с пожеланием? Ну, во-первых, вот необходимо четко понимать вот эти все процессы старения и говорить о том самим себе, да, что человек стареет, что он слабее, здоровье его ухудшается, он не специально там одно и то же переспрашивает, да, не специально обижается. То есть вот это надо принять, осознать, да, что есть такой процесс старения. Поэтому необходимо продолжать, сохранять баланс наших жизненных сфер. Да, мы ухаживаем, заботимся о пожилых родителях, но о других своих сферах жизни мы не забываем, чтобы не произошло вот перекосы. Перекосы, да. То есть продолжаем свои профессиональные цели. Помощница пришла. Ну, все, да, свои прочие цели, там, профессиональные, личные, вот все эти сферы. То есть не отказывать. Главное тут не отказаться от своей жизни. То есть вот выстроить некий... Да, отказываться не надо. Какие здесь риски? Могут развиться такие вот созависимые отношения. И вот отказ от своих приоритетов и других вот жизненных сфер, он и самому пожилому человеку вот навредит, да. То есть вы будете... Где-то больше будете раздражаться, да. Где-то сами там будете больше обижаться. То есть впадать в состояние фрустрации, будете испытывать там чувство вины, самообвинения, отчаяния. Даже животное согласно вот с тем, что ты сейчас говоришь. Что очень важно. Наполните жизнь пожилого человека новыми смыслами, новыми идеями. И поддерживайте вот всеми возможными способами его высокую социальную активность. Куда-то надо выходить, да. Какие-то культурные мероприятия, прогулка. Можно давать поручения, которые доступны пожилому человеку. Возможно, это приготовление еды, уборка, да. Уход за домашними животными. Ну, я так вот говорю в целом. А так это очень все индивидуально. Зависит от того, сколько лет этому человеку, в каком он состоянии, какие у него интересы. Но самое главное, вот поддерживайте его социальную активность. И нельзя вот дать возможность уйти из социума и уйти вот, ускорить это состояние регресса, да. Не надо, чтобы пожилой человек превращался в ребенка. Я еще вот здесь хочу поговорить, наверное, о том, что важно нам делать для того, чтобы самим не разрушаться. Вот кроме того, что, да, принял, что есть сложности. Есть, например, стареющие родители, которых мы продолжаем любить, но с которыми сложно. Вот тут, мне кажется, надо еще про себя не забывать. Именно себе доставлять. Мы не можем делиться тем, чего у нас внутри нет. Соответственно, если мы сами себе не даем какую-то заботу, то мы не можем эту заботу дать своим родителям и так далее. То есть, если нам не хватает, не знаю, сил, здоровья, то, конечно, мы тогда и не поделимся этими положительных эмоций не хватает, мы ими не поделимся с нашими родителями. Поэтому тут важно еще и про себя не забывать. Все, что нам ценно, важно, должно остаться в нашей жизни, несмотря ни на что. Да, должно остаться в нашей жизни, здесь не надо, через позицию жертвы, да, ни в коем случае не надо действовать, это разрушительная позиция. Уход за пожилым родителем, ну, если уже действительно, да, требуется уход, требуется медицинская помощь, требуется такой бытовой уход, то есть необходимо там приготовить, убрать, да, это все будет занимать много времени и сил. Общение с пожилым человеком, ну, может не приносить нам, да, удовлетворение, может нас эмоционально опустошать, и что требуется? Прислушиваться к себе. Если мы понимаем, да, что мы быстро, быстрее стали уставать, если фон нашего настроения снижается, возможно, какие-то соматические проявления могут быть, там, головные боли, тошнота, то есть мы понимаем, да, что наше самочувствие, наше состояние ухудшается, видим, другие сферы начинают страдать, допустим, профессиональная сфера, да, или там, сфера личной жизни, страдает режим труда, отдыха, сна, питания. Ну, здесь необходимо пересмотреть, да, вот нашу жизнь, и пока мы психологически, психически здоровы, да, молоды, полны сил, энергии, в наших возможностях организовать свою жизнь так, чтобы нас хватало на все наши сферы. Ну, вот баланс надо соблюдать. Если понимаем, да, если состояние пожилого человека ухудшается, и требует он все больше и больше внимания, необходимо туда прибегнуть к помощи. Ни в коем случае не надо оставаться один на один с этой ситуацией. Здесь важна очень такая древняя стратегия – выход в социум, да, то есть обращаемся за помощью к людям. Могут быть наши близкие, это наши подросшие дети, племянники, там, сестры, братья, да, мы с ними… Разделяем, разделяем все заботы, тревоги, общение с пожилым родителем. Если среди близких нет таких людей, да, с которыми мы могли бы разделить, ну, тогда только вот помощь внешняя, да. Внешние специалисты. Просто очень многим… Сиделка, да, сиделка, услуги клининга, вот, да, прибегаем к этому. Клиентские случаи. Женщина ухаживает за двумя пожилыми родителями, ну, они в тяжелом состоянии. Папа лежит, и очень серьезные диагнозы, очень такое прям серьезное, очень плохое состояние. Мама, плохое состояние здоровья, перенесла операцию, но требует ухода. И вот что она говорит? Говорит, я одна, мне никто не помогает, у меня нет сил, меня не хватает, вот я прихожу к ним, я раздражаюсь, вот стараюсь как можно быстрее оттуда уйти, потому что у меня еще много других дел. Вот у меня есть рабочие задачи, там есть семейные обязанности. И себя потом я начинаю за это ненавидеть, обвинять, ругать, за то, что я не была там лишние 5-10 минут со своими родителями. Отец уже вот в состоянии умирания, да, то есть это может произойти в любой момент. Вот ее проблема в том, что она осталась один на один, вот, да, с этой ситуацией. При этом вот есть взрослая дочь, да, которая могла бы помочь, и, ну, можно прибегнуть вот к сторонней помощи. Клининг или хотя бы там на день, да, допустим, выходной день, там, сиделка, да, потому что вот их необходимо кормить и необходимо убирать вот в квартире, и отца не надо его вот мыть, брить, вот заниматься вот этим. Ну, понятно, да, в любом случае не всегда бывает, что у тебя есть там брат, сестра или даже подросшие дети. Действительно бывает, что некому обратиться. Но тогда для того, чтобы как-то себе облегчить жизнь на этот период, и опять-таки ведь неизвестно, как долго он будет тянуться, и, может быть, и слава богу, что пусть как можно дольше столько и тянется. Вернее, я даже не знаю, такая тема щепетильная. Вот тут понимаешь и сторону детей, взрослых детей, которые сталкиваются с этими сложностями, что это непросто. Но в то же время прекрасно понятно, что родители – это очень, ну, такие дорогие для нас люди. Ну, я согласна, здесь надо прибегать, конечно, к внешним специалистам, к медикам, к сиделкам, для того, чтобы даже выходить куда-то и немного отдыхать, чтобы потом приходить в адеквате и продолжать заботиться, как и положено. Да, и очень важно за это себя не ругать, вот ни в коем случае не обвинять. Ну, допустим, наняли сиделку выходного дня, да, помощница по хозяйству, помощница по хозяйству, сами идем, ну, куда-то там, куда угодно, в бассейн, в спа, на прогулку, в театр, в кино. Ну да, чуть-чуть развеять голову, отдохнуть, хоть как-то развеяться. Да, такие мероприятия, они необходимы, потому что надо отдыхать, надо наполняться, надо восстанавливать энергию. Элементарная прогулка, когда, как говорится, не до спа и не до бассейна, просто вышел, погулял, уже немного там расслабился, развелся. Да, согласна. Вот такой еще у нас вопрос. Бывают случаи, вот прям экстренные, вот когда что-то прям случается с родителями, ну, например, внезапно стало хуже или еще что-то, как вот себя поддержать в такой острой стрессовой ситуации? Что делать? Что помогает? Может быть, практики есть, техники? Дина, имеешь в виду ухудшение здоровья, да? Ну, например, да, или вот там пропал человек. Бывает ведь так вот, у кого болезнь Альцгеймера, они раз куда-то вышли, пропали, заблудился, их ищешь. То есть этот период надо как-то пережить, а некоторые люди впадают прям в панику, в ступор. Вот как себя поддержать, чтобы жить, дышать и что-то дальше делать? Наверное, для многих будет необходима профессиональная помощь психолога. То есть вот с этой стороны себя поддержать, именно уже на индивидуальных особенностях посмотреть, разработать какие-то мероприятия, которые будут тебя поддерживать вот в остром стрессе. Да, если это какая-то острая ситуация, связанная вот с неожиданным, но таким серьезным ухудшением состояния здоровья человека, ну что вот может быть, да? Человек сам себя обслуживал, ел, мылся, да? Но, к сожалению, да, произошел инсульт и превратился в лежачего больного. Здесь необходимо, конечно же, да, вот обеспечить уход. А если вот состояние такого острого вот стресса не проходит, ну тогда, да, необходима профессиональная помощь психолога, чтобы выйти из этого состояния. А может ли человек, вот по твоему мнению, живя с пожилыми родителями, оставаться независимым? Ну, сложно сказать, независимо. Внимание требует больше, да? Это естественное течение жизни. Родители требуют ухода, да, когда они вот в таком вот состоянии. То есть, получается, наша задача, с одной стороны, понимать, что такая ситуация, которая происходит с нашими родителями, требует от нас повышенного внимания, времени, энергии. Но, с другой стороны, мы также понимаем, что на этом жизнь не останавливается, что у нас остается... Вся остальная жизнь, ее никто не отменял. Ну и вот как-то мы... Балансируем. Балансируем. Да, свою жизнь мы не должны ставить на паузу. Ну, продолжаем заниматься всем, да, чем нам надо в наших других сферах жизни. Но, конечно же, вот пожилой родитель требует, да, больше внимания. Допустим, необходимо приходить домой раньше, да, чтобы проконтролировать прием лекарств, да, или там, чтобы вот дать эти лекарственные препараты. Больше внимания требует, ну, такое бытовое обслуживание. Искупать, да, подстричь ногти, причесать, переодеть. Ну да. Последний вопрос, очень такой, наподумать. Как ты думаешь, почему в России так мало счастливых пенсионеров? И вообще связано ли это с тем, что мы к ним плохо относимся, вот дети? Отвечу с точки зрения экзистенциальной психологии. Человек подходит к такому возрасту вот с тем багажом, да, который он накопил. С теми результатами, смыслами, ценностями. И вот очень сильно от этого зависит состояние его счастья, да, или несчастья. Да, ведь действительно бывает, что человек взрослеет и, наоборот, мудреет. И несмотря на то, что, ну, скажем так, физические силы его покидают, но он находится в каком-то позитиве, видит положительные моменты, радуется. А бывает другая категория. Экзистенциальная наполненность. Есть смыслы, есть цели, которые для него важны. Вот есть о чем вспомнить, да, есть достижения, которые очень значимы для этого человека. Вот он об этом вспоминает, ему приятно, чтобы все вот было не зря. И это от нас не зависит, как от детей. Получается, что ведь каждый человек – это вот личность, и он сам идет в свой путь и выносит какие-то уроки. И получается, если случилось так, что, там, мой родитель, ну, не очень оптимистичен, ну, как говорится, я уже как ребенок никак не могу на это повлиять. Потому что я ребенок. Тут надо роли как-то расставлять. Он родитель, я ребенок, я могу только его принять и любить таким, какой он есть. И помнить о всех особенностях старения, обеспечить уход, внимание, поддержку. Поняла. Ну, на этом наши вопросы закончились. Спасибо тебе большое за вот такой разговор интересный. Что бы ты пожелала вот ребятам, взрослым, нам, взрослым детям, у которых вот такая ситуация, что родители действительно постарели и требуют повышенного внимания? Принимать естественное течение жизни, думать о том, да, что и мы тоже стареем. Ну, вот выстраивать отношения так, да, то есть это максимально такое бережное отношение, это забота. Прощать, да, вот прощайте. Прощайте, тихо 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 тихо. Чем-то обидел родитель, там, что-то вам сказал, покритиковал, да, ну, там, может, да, все что угодно. Какие-то, не знаю, хозяйственные компетенции может покритиковать. Или обидеться на то, что вы мало внимания уделяете, сказать там что-то такое, вот я никогда не думала, да, что вот ты так будешь ко мне относиться, вот я один вот сижу там совершенно заброшен. То есть пожилой человек, вот он склонен преувеличивать. Ну, относитесь терпимо, с пониманием, прощайте. Живите своей жизнью, не ставьте ее на паузу. Вот такая рекомендация. Спасибо большое. Ну что, на этом мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что если вам нужно будет обеспечить своего родителя автоматическим инъектором Спасилен, для того, чтобы сделать ему, чтобы он сам был более независим и всегда мог сам себе помочь, то нашу продукцию мы делаем специально для вас. Так что обращайтесь, покупайте. И всего вам самого-самого доброго. Всем до свидания. До свидания.